Бег на 100 метров, плавание, метание ядра и прыжки в длину. Слепота не повод ограничивать себя в спорте, уверена спортсменка Татьяна Лебедева. Несколько лет подряд девушка участвует в городских паралимпийских играх. С успехом проходит отборочные этапы, представляет Самару на областных соревнованиях. Общение, потому что тут участвует весь город и мы общаемся. Так где-то встретятся, все люди работают, а так мы сейчас встречаемся. Когда-то мы учились с кем-то в школе и сейчас два дня есть время пообщаться. В паралимпийских играх принимает участие 9 команд из каждого района Самары. Представляют все виды спорта – дартс, шашки, армрестлинг, пулевая стрельба, легкая атлетика. Это одно из немногих мероприятий спортивных для инвалидов, которые проводятся в городе Самары. Оно является отборочным соревнованием на областные соревнования, которые будут в сентябре. Традиционно наша команда занимает высокие места и, надеюсь, этот год тоже не будет исключением. Спортсмены с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата проявляют чудеса силы воли и мастерства. Некоторые из них даже входят в сборную России. Развитие паралимпийского движения стало возможным благодаря поддержке городских властей. Мы готовим будущее наших спортсменов. Я считаю, что то, что мы делаем в городе, сделано очень хорошо. На такой площадке предусмотрены все виды спорта, которые предусмотрены в областной организации. И самое главное – мы объединяем людей с разным видом инвалидности. Победители отборочного этапа сформируют две команды, которые отправятся на областные соревнования 3 сентября. Ежегодно самарцы занимают лидирующие места практически во всех дисциплинах и привозят домой награды. Кубок чемпиона, за волю к победе, мисс Спартакиада – самый выдающийся результат, самый молодой участник и самый пожилой участник. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События.